это ценнейший кладезь минеральных веществ в вашем саду буквально за копейки это древесная зола богата фосфором калием кальцием и другими минеральными веществами которые необходимы нашим растениям для роста и борьбы даже с вредителями это древесная зола в чистом виде она собрана у нас из-под мангала мы делали до дома шашлыки часто делаем поэтому мы все всю золу всегда собираем древесную золу я гашу специальным образом я дальше видео вам обязательно расскажу и такая гашенная зола такой раствор минеральный прекрасно подходит для подкормки цветов для томатов для клубники для полива перцев огурцов смородины крыжовника также является профилактикой фитофторы у томатов эту минеральную зольную подкормку можно вносить как под куст под растения так и опрыскивать растения у меня в саду очень бедная почва я заметила после нескольких лет полива и удобрения такими минералами мои растения шикарно себя чувствуют и дают хорошие урожаи сейчас я этой темой минерализации удобрениями занимаюсь вплотную изучаю применяю и вам советую древесная и растительная зола содержит очень большое количество микроэлементов самое необходимое это фосфор калий кальций для наших растений и очень важно чтобы эти микроэлементы правильно усваивались растениям а для этого нужно правильно приготовить наш зольный раствор обычный раствор готовлю в 10 литрах воды но сейчас и ранняя весна эту подкормку немножечко рановато делать но я вам покажу чтобы на будущее вы знали как ее использовать правильно и чтобы вы уже были в курсе и полностью были готовы к сезону и так я вам расскажу рецепт на 10 литров то есть я беру 10 литров воды 3 стакана золы а дальше я буду ее гасить уксуса дело в том что сама зола это щелок у нее очень высокая щелочная среда ph золы примерно 12-13 таким раз такой золой нельзя удобрять наше растение ее нужно немножечко нейтрализовать тогда все минеральные вещества которые находятся в золе будут более доступны нашим растениям и итак для нашего раствора чтобы в нем сохранить все минеральные вещества доступный фосфор калий и кальций я беру на 10 литров воды 3 стакана золы и уксус уксус у меня девяти процентный столовый у нас написано уксусная кислота но это обычный девяти процентный столовый уксус я его беру на 10 литров воды от пол литра уксуса и до литра это немного вы его добавляете по чуть-чуть уксус кислоты мы вливаем всегда в воду происходит реакция с выделением газа вы видите уже начинают пузырьки пузырится наш раствор бурная реакция происходит и таким образом происходит реакция нейтрализации и ph зал и опускается до ph примерно 7 больше мы опускать не будем потому что некоторые растения любят слабо кислую среду такие как томаты огурцы перцы клубника любят смородина тоже любит слабо кислую среду гортензии азалии вот такая вот реакция у нас происходит мы добавляем в воду уксуса столько пока нет пройдет реакция бурная реакция пока не пройдет вот это вот бурление столько добавляем уксуса но примерно идет на 10 литров воды три стакана зал и сухой и от пол литра до литра уксуса 9 процентного у меня трехлитровая банка то есть я беру третью часть моей бутылки уксуса это 250 300 грамм я сюда вливаю уксуса 250 300 грамм на этот трехлитровый бутыль воды примерно у меня стакан золы и вот этот 9 процентный уксус реакция у меня потихонечку продолжает идти я добавляю по чуть-чуть уксус сразу весь уксус я не вливаю чтобы сильно быстро не произошла реакция бурная вот еще раз показываю уксус у меня столовый 9 процентный тут у меня 900 грамм то есть третью часть я добавляю на бутыль соответственно на 10 литров воды уйдет литр уксуса и только после такой реакции нейтрализации все доступные минералы фосфор калий и кальций будут доступны растению есть второй вариант разведения и погашения золы но тогда во втором варианте будет только фосфор и калий фосфорно-калийная у вас будет подкормка кальций там будет отсутствовать для фосфорно-калийной подкормки нам понадобится 10 литров воды три стакана золы и одна столовая ложка лимонной кислоты при добавлении лимонной кислоты происходит тоже реакция тоже ph опускается до примерно 7 но тогда будет кальций в этом растворе заблокирован и у вас раствор будет фосфорно-калийный при первом варианте с добавлением уксуса у вас раствор получается более полноценный фосфорно-калийный с доступным кальцием вот и только такая подкормка на уксусе с реакцией нейтрализации уксусом помогает нашим томатам бороться с вершинной гнилью ведь вершинная гниль у томатов это обыкновенная нехватка кальция а при таком разведении золы уксусом кальций очень доступной форме и вершинную гниль мы можем очень легко победить и предотвратить у наших томатов таким таким раствором я поливаю и брызгаю смородину гортензии клубнику вот смотрите какой шикарный у меня получается урожай все мои домашние цветы которые у меня в саду есть а также виноград мы все это обрабатываем гашеной золой даже когда мы обрабатываем брызгаем виноград в сезон добавляю я в раствор именно гашеную золу тогда будет химическим препаратом которые борются с болезнями дополнительно еще добавляю минералы которые находятся в золе и у меня получается раствор зольный в который я добавляю препараты от аидиума от мильдью и вот такие вот чистые помидоры крепкие огурчики и прекрасный урожай я я получаю дорогие друзья вы будете обязательно в комментариях спрашивать а как же мы раньше использовали сухую золу некоторые кидали ее прямо в лунку когда садили картофель и томаты но это не совсем правильно в таком форме зола плохо усваивается единственное в какой форме зола хорошо усвоится это осенью мы вносим по 100 грамм золы на один квадратный метр нашей земли и перекапываем обязательно должна быть перекопка тогда зола нейтрализуется у нас почвой либо мы можем посыпать по снегу золу и кстати так снег быстрее сходит там где посыпан золой и только в таком варианте либо по снегу либо за 3-4 недели до основных посадок растений и вашей рассады только в таком виде зола успевает нейтрализоваться почвой а если вы сыпите сухую золу прямо в луночку когда садите томаты или картофель то фосфор он блокируется растения ваши недополучают фосфора томаты ваши становятся более хилыми лист синеет вот если вы замечали синюшность листа это значит фосфор недоступен или нехватка фосфора допустим у ваших томатов а все дело оказалось в неправильном внесении минеральных веществ и еще самое главное когда вы вносите золу раствор зольный его никогда нельзя смешивать с аммиачной селитрой с навозом с аммиачными удобрениями такими как нитрама фоска суперфосфат азотные удобрения так как зола гасит саму работу азотных удобрений поэтому никогда не смешиваете золу с допустим навозом вносите сначала одно потом через неделю через две другое и еще самая первая подкормка в нашем саду должна быть азотная допустим аммиачная селитра навоз или нитрама фоска суперфосфат азотные удобрения дают старт растению рост а уже второй подкормкой вы значит делаете зольную подкормку микроэлементов подкармливаете растения вторая подкормка будет золой обязательно чередуйте подкормки азотные через пару недель сделайте зольные подкормки и у вас обязательно растения ваши скажут спасибо собирайте обязательно вашу золу из мангала это древесная зола из печи или из бань и обязательно ее нейтрализуйте таким образом как я вам показала ну а этот раствор так как еще у меня в орудии ничего не растет я полью им мою вишню косточки ваялись растения прекрасно реагируют на такие растворы они косточки вая смысле растения не сбрасывают цвет или знаете они сбрасывают плоды когда зеленые у вас вишни висят или черешни и потом они подсыхают и растение сбрасывает вот благодаря такой подкормки ваши вишни всегда будут на месте и будут у вас богатые урожаи чуть-чуть попозже я сделаю более полноценную подкормку на 10 литров воды я вылью 3 стакана золы и 1 литр уксуса и полью свою вишню свои черешни свои косточковые так что рассказала вам про очень полезную минеральную подкормку зольную используйте ее с удовольствием и хороших вам урожаев и результатов если у вас возникли вопросы пишите в комментариях я с удовольствием на них отвечу всем пока пока